Горки Ленинские – одна из немногих усадеб России с хорошо сохранившимися интерьерами зданий. И сегодня интерес к ней высок, как никогда. Ежегодно более 200 тысяч туристов из разных городов и стран приезжают в это место с богатейшей историей, которая славится не только тем, что здесь в свое время проживал Владимир Ленин. И посмотреть тут есть на что. В усадьбе масса всего интересного и неизведанного. Усадебный дом строился в 1820-е годы, когда владельцем был генерал Писарев Александр Александрович. Позже, конечно же, владели этим поместьем другие дворянские очень известные семьи. С середины XIX века поместье переходит в руки купеческого сословия. Новая яркая страница в истории горок начинается в 1909 году, когда ее купила бывшая жена Савы Морозова, супруга тогдашнего градоначальника Зинаида Морозова Рейнбот. Энергичная хозяйка приглашает архитектора Федора Шехтеля, который до этого построил для нее знаменитый неоготический особняк на Спиридоновке. Сейчас это дом приемов МИДа. Здесь же в Горках одна из самых богатых женщин России реализует свою мечту о дворянской усадьбе. В Горках действительно совмещен европейский уровень комфорта загородного жилья со старинным дворянским поместьем. Это то уникальное, что можно сегодня здесь видеть. И усадьба Горки является таким образцом индустриальной усадьбы, периода именно предреволюционного. Такая буржуазная купеческая усадьба со всем уровнем европейского комфорта. Реконструкция продлилась около трех лет, и за эти годы была проделана огромная работа. Усадьба стала сверхпередовым загородным поместьем, где все делалось по последнему слову моды и техники. Проведены горячая и холодная вода, отопление, канализация. Похвастаться всеми коммуникациями в то время могли лишь несколько усадеб. Зинаида Морозова-Рейнбот обставила дом шикарнейшей мебелью из дуба и карельской березы, привезла иностранную сантехнику, фарфор, керамику, украсила стены картинами известных художников. А еще здесь появился телефон, тогда диковинка и невиданная роскошь. И этот факт сыграл большое значение. По пальцам можно было пересчитать загородные поместья, где была проведена телефонная связь. Действительно, телефонная связь была большой редкостью даже в Москве, за городом и тем более для того периода. И, кстати, наличие телефонной связи, наличие всех коммуникаций стало главной причиной, почему усадьбу Горки выбрали для Ленина после революции. Впервые Владимир Ленин появляется здесь в 1918 году. В августе на него совершено покушение и нужна была загородная усадьба для восстановления. Горки, оснащенные по последнему слову техники, подошли идеально. Надо отдать Ленину должное. Он приказал сохранить всю великолепную обстановку богатого дома. Сегодня усадьба Горки – одна из немногих усадеб Московской области и, можно сказать, единственная усадьба в неоклассическом стиле, которая хорошо сохранила не только архитектурно-парковый ансамбль после революции, но и подлинный внутренний предметный мир. Во многом это стало возможным благодаря фотографиям, сделанными Зинаидой Морозовой и Рейнбот сразу после завершения реконструкции. Интерьер сохранен в первозданном виде, крупица за крупицей. Воссоздана каждая деталь. Все предметы на своих местах. С каждым годом посещаемость музея-заповедника и интерес посетителей к этому месту растет. Действительно, недалеко от Москвы 220 гектар заповедной земли, где есть где прогуляться, проходят регулярно событийные мероприятия. И, конечно же, сегодня музей в первую очередь – это многопрофильное учреждение культуры. Сегодня мы рассказываем не только о советском периоде, но и дореволюционном периоде, и многих других эпохах, связанных с историей нашей страны. Так что развлечений в горках Ленинских хватает. Усадьба занимает огромную территорию, на которой пять музеев. И гулять здесь можно целый день. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.